Приветствую вас еще раз, дорогие друзья, телезрители, те, кто здесь. Пусть вас Господь благословит особенно, и лето, которое сейчас наступило, проходит уже, давайте осторожно будем к нему относиться, потому что так можно разлениться, все разъезжаются, мы такие становимся ленивые, и враг может тебя щелкнуть, тебя уничтожить может в твоей лени. Поэтому всегда будь бодрым, всегда будь начеку, всегда молись, всегда бодрствуй. Всегда, Библия говорит. И прежде чем я буду проповедовать, я хочу сказать каждому, кто сейчас смотрит, будьте осторожны с вашими пророчествами. Вы спросите, о чем я говорю? Я говорю о ваших пророчествах, которые вы пророчествуете на свою жизнь. Все, что вы говорите, все будет исполняться в вашей жизни, если вы это не остановите, если вы не аннулируете это. Слова, которые вы говорите, или позитивные, слова веры, исповедание Слова Божьего в вашей жизни, или негатив в своей жизни. Это все исполнится в вашей жизни. Все, что вы скажете, все исполнится. Женщина, страдавшая кровотечением, написано, она говорила в сердце своем, если прикоснусь к краю одежды и его исцелюсь. Что с ней произошло? Она прикоснулась и она исцелилась. Друзья, будьте осторожны. С хорошими вещами осторожными не надо быть, надо быть внимательными, но с негативными надо быть очень осторожными. Если вы ненароком что-то говорите, вы думаете, вы просто говорите. Слушайте, словами был сотворен мир, словами был сотворен ты, дорогой человек. Бог сотворил человека, вы думаете, что он лепил руками его из глины, как дети в песочнице? Нет. Бог творец, и он творит словом. Этим он отличается от человека. Как я уже говорю, чтобы повару приготовить вкусный обед в ресторане, ему нужно сырье, ему нужно привезти продукты, рыбу, мясо, овощи. Он это все нарезает потом руками. Бог никогда так не готовит. Он все говорит, и все приготавливается. Аллилуйя. Вы развидели Иисуса, который жарил булочки в пустыне с рыбой? О, ученики, помогите мне. Я тут уже весь такой стою, прям весь потный, и такие толпы меня тут слушают, а я тут жарю, чтобы накормить их. Он просто помолился, и булочки появились. И рыба появилась. Лаваш и рыба. Что еще надо? И Слово Божье. Поэтому будьте осторожны, что вы говорите. Я не знаю, что вы говорите. Вы знаете, что вы говорите. Проанализируйте. Это все исполнится в вашей жизни. И дьявол, используя ваши слова, может убить вас и вашу судьбу. Или вы говорите Слово Божье, и Бог может использовать эти слова и благословить вашу жизнь и ваше окружение. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Судьба от Бога». Знаете, кто-то из людей говорит, о, на моем роду написано. В принципе, это как бы взято, как сказать, контекст правильный, но не в негативном слове, а в позитивном. Объясню. Иисус, когда вышел в служение, он процитировал о себе и Слово Божьего. Он сказал «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня». И он процитировал судьбу от Бога и задание, которое Бог предназначил Иисусу исполнять на земле. Он нашел это себя в Слове Божьем. На его, можно сказать так, роду было написано, но Богом написано. Что сделал дьявол? Он взял из оригинала, извратил, поставил негативно, а теперь мы это отодвигаем и говорим. Вот там, если несчастье какие-то происходит или что-то еще с людьми негативное, а люди говорят, о, на моем роду написано. Ты немножко неправильно это говоришь. Правильные слова, но в неправильном направлении, в неправильном тоне. Бог на твоем роду написал «Благословение из жизни», потому что Бог создал тебя для себя. Когда мы рождаем детей, мы не рождаем для других, мы рождаем, во-первых, для себя. Это потому что мы похожи на Бога, мы Его образ и подобие. И когда Бог родил тебя, Он родил тебя для себя. Поэтому у тебя ничего не может быть плохого в жизни. И даже если у тебя произойдут трудности, проблемы, в итоге ты всегда будешь жить в победе. Ну скажите, нужна ли победа человеку, у которого нету трудностей и проблем? О какой победе тогда речь может идти? Если бы у Иисуса была, знаете, зефирная жизнь, то о какой победе можно говорить? Нет, у него были трудности, он сталкивался. Иисус любил трудности. Он любил, знаете, безнадежные ситуации в жизни людей. Потому что там могла явиться слава Божья. Не там, где таблетки помогают, что там Иисусу делать. А там, где безнадежно. Мы сегодня как не хотим встречаться с безнадежными ситуациями, с тупиковыми. Но Бог всегда этого хочет. Он хочет решать самые сложные задачи. Если ты говоришь, у меня такая сложная жизнь. Бог говорит, а ну да, иди-ка сюда, какие мне нравятся. И я изменю твою жизнь. Мое слово исправляет все. Если оно было кривым, знаете, как бабушка в Библии рассматривала пол, рассматривала асфальт всю свою жизнь. Бог ее выпрямил. Он сказал ей, выпрями, женщина. Это неправильный дизайн для тебя. Ты красавица. Бабуля, ты красавица. Ты не призвана. Вот так, ходить буквой Г. Уголок, знаете, 90 градусов. Дьявол пошел вон из нее. И весь тяжесть, греха, проклятия был снят с нее. Иисус снял с нее бремя, которое он нанесла в жизни. И дал ей прямую жизнь, знаете, наполненную жизнь, чтобы она могла на небеса взирать, на Господа. Судьба от Бога – это единственный лучший вариант для нашей жизни. Послушай, есть судьба от Бога, и она, судьба от Бога, есть для каждого человека. Но много людей проживают свою собственную жизнь. Или, как сказать, не свою жизнь проживают. Так даже можно сказать. Знаете, кто-то проживает жизнь своих родителей. Родители для него выбрали вот это, вот то, все, то, что ему не нравится, то, к чему он не призван. И то, чтобы угодить маме, папе, я не знаю, бабушке, дедушке. Он делает все для них, но не для себя. У него сердце лежит к другому. Вот с Богом все не так. Бог знает, что для нас лучшее, и Он это приготовил. У каждого человека, у каждого человека, неважно, верующий, неверующий, рожденный свыше, нерожденный, есть судьба от Бога, есть она, но с ней нужно встретиться. Вот как ученики Иисуса Христа, они встретились с судьбой от Бога. Они были обычными людьми, но почему-то о них говорит весь мир. Почему о них говорит весь мир? Кто такой апостол Петр, что о нем можно говорить в институтах, изучать библейских, знаете, в университетах, везде, в богословии. Его, а? Да. Он был рыбак. Что особенного в рыбаке? Просто вытаскивает рыбу, знаете. Вытаскивает рыбу из воды. Что уникального в Петре? Я вам скажу, что уникальное. Бог пришел в его жизнь. Он отозвался на призвание. Призвание – это слово от Бога. И он вошел в судьбу от Бога. Теперь мы знаем все, он святой апостол Петр. Он на небесах. Он там не стоит, он не ловит рыбу. Он сидит на троне. Потому что Иисус сказал, вы сядете на двенадцати престолов и будете судить двенадцать колен Израилевых. Можно прожить свою жизнь, а можно ту, которую предназначил Бог. Радость вся в том заключается, что мы еще все-таки не прожили до конца свою жизнь. И мы можем остановиться в нашей жизни, пересмотреть. А вдруг я не живу жизнью той, которую для меня приготовил Бог. И если ты сомневаешься, я тебе скажу, сто процентов. Один, ноль, ноль и еще два нолика через дробь. Ты точно не живешь волей Божьей. Ты точно не в судьбе от Бога. Если ты сомневаешься, а что, если я не в судьбе от Бога? А что, если Бог совершенно для меня приготовил другую жизнь? Если ты сомневаешься, ты точно не там. Человек, живя без родителей, вряд ли проживает счастливую жизнь. Его сердце всегда будет искать родителей и семейного счастья. С того момента, когда Адама попросили из дома, из рая, да, он стал несчастным. Послушайте, разрыв с Богом всегда, всегда, всегда сто процентов ведет к несчастью. И неважно, какая физическая жизнь у человека. Если он разорван с Богом, его отношения больше... Он не общается с Богом. Телефонная связь порвана. Все. Сто процентов. Человек, он не будет до конца счастлив. И Адам с Евой именно такими и стали. Они стали несчастными. В раю они приходил Бог. У них всегда был праздник и ликование. Каждый день Бог приходил к ним. У них было общение, у них была реализация. Написано, что они не уставали. У них не было пота. И так далее. Адам не трудился в поте лица, чтобы прокормить свою семью. Он реализовал потенциал. Бог его таким создал. Но когда он потерял общение с Богом? Он был издан из дома. Можно сказать так, его попросили на некоторое время для процесса, чтобы ты мог осознать греховность. Беда! Я вам скажу. Вот многие люди думают вот так. Что если я грешу, ну если у тебя сознательный грех, ты делаешь сознательный грех, это очень плохо, это очень ужасно. Но я скажу. Есть вещи страшнее сознательного греха. Вот когда человек делает грех, каждый человек, кстати, понимает, что он делает грех. У него совесть может даже говорить к нему. Я вам скажу. Есть вещи, мне Господь показал, страшнее вот такого, знаете, прямого сознательного греха. Прямого. Это жизнь, когда ты не нуждаешься в Боге. Ты такой, может быть, ты не делаешь какой-то такой явный, грубый грех такой. Мерзкий какой-то грех. Хотя все грехи, они мерзкие, они разделяют человека с Богом. Но, как Библия говорит, что два человека вошли в храм помолиться. Один был грешник, был мытарь, с деньгами связан. Он грабил людей, грабил людей. Он мог избить человека, что он не принес ему деньги. И он вошел в храм и бил себя в грудь. Где мы таких людей сегодня видим, которые бьют себя в грудь, когда каятся? Мы иногда видим, еле-еле плетутся, знаете, калтарю, чтобы там покаяться или что-то. Здесь мы видим человека, который осознавал, что он грешник. И он так нуждался в Боге. Я скажу, это Иисус сказал, он пойдет домой оправданным. И другой был человек, такой типа праведный, фарисей. И знаете, его молитва была просто отвратительной. Вот Библия говорит, не судите людей. Так а мы и не судим, мы смотрим, как оно есть. Он такой был перед Богом, знаете, самоправедный. Ой, благодарю тебя, что не как этот грешник. О, я там и такой, и сякой, и я вот такой. Знаете, он-то вообще даже в Боге не нуждался в этот момент. Он просто во время молитвы превозносился над каким-то грешником, над мытарем. Вот его в чем молитва заключалась. Такой, в кавычках, благодарности Богу, что он не такой, как этот. Понимаете? Бог говорит, это вообще такие молитвы, они вообще, они у него изо рта падают, идут на пол, они не идут к Богу. Поэтому смотри, когда ты грешишь и осознаешься, что ты грешник, ты идешь к Богу. Это, в принципе, состояние неправильно, ну, как бы, правильное в том, что ты осознаешь и идешь к Богу. Вот это правильно, да? Грех – это неправильно. Но, я тебе скажу, хужее состояние, когда ты не нуждаешься в Иисусе. Это самое страшное состояние. Это хуже быть не может. Это страшнее любой болезни, даже самой неизлечимой. Потому что ты просто не нуждаешься в Иисусе. Ты считаешь, что ты нормальный человек. Ты порядочный человек. Ты не знаешь, какой ты в духовном мире. Вон Иисус, как говорил о церквях. О, ты говоришь, я богат, я красивый, я разбогател, я ни в чем не имею нужды. Иисус говорит, знаешь, как ты в духовном мире выглядишь? Ты гол и нищ, и наг, и беден. Вообще, ты проклят. Вот, как ты выглядишь передо мною. Ты-то, среди людей, выглядишь вот так вот. Но в моих глазах, и как тебя видят небо, и как видят тебе ангелы, ты выглядишь очень жалко. Ты голый стоишь. Представь, ты такой думаешь, я так красиво одет. А ты голый стоишь. И ты даже не чувствуешь этого состояния стыда. Почему? Сожжем совести своей. Ты сжег свою совесть. Многие люди сожгли свою совесть. Не будь. Лучше быть таким грешником, который бьет себя в грудь. Согрешил и пошел каяться. И не только грудь разбил, еще и голову разбил, а пол. Так сильно молился. Когда человек не живет той судьбой, которая от Бога ему предназначена, он живет без родителей. Знаете, как люди живут без родителей? У них всегда есть внутри желание, особенно те, которые никогда не видели своих родителей, встретить своих родителей. Я к чему это говорю? Я говорю, что все человечество, оно было лишено славы Божьей. Оно было оторвано от отца, от родителя. Оторвано. И поэтому тебя больше в жизни ничто, никогда не сможет удовлетворить полностью. Ты поставишь цель. Заработаю денег, куплю машину. Ты это сделаешь. Ты увидишь, что никакого счастья в этом нет. Как было, все так и осталось. Просто ездишь теперь. Ну, как бы решились какие-то проблемы. Нет у тебя такого счастья, что ты прям такой счастлив, вообще прям любовь у тебя такая. Не будет у тебя такого счастья. Что бы ты ни приобрел в своей жизни, оно никогда тебе не даст полноценного. Оно тебе даст 3%, может быть, каких-то. Все остальное сердце у тебя, оно будет пустое, оно будет кричать, я хочу. Чего ты хочешь? Не знаю. И вот от этого ты будешь мучиться. От этого мучаются не только бедные, знаете, бедные, они в принципе обмануты, они думают, что так вот, если мне вот, знаете, богатство дать, ну, как бы, то я буду счастлив. Знаете, как человек без ноги. Счастье его заключается во второй ноге. Ну, у вас две ноги. Насколько вы счастливы сегодня? Одноглазый или слепой думает, счастье заключается в том, чтобы смотреть на закаты. Знаете, он слышал, что есть закаты, которых он никогда не видел, есть восходы, есть красивый мир, есть красота в этом мире. И он думает, счастье, вот оно, счастье, если бы мне только глаза. Нет, я скажу, это полноценность, но это не счастье, это не то счастье, которое ты думаешь, полноценное. И я скажу, человек мучается от того, что он не знает, что ему нужно для счастья. И вы сегодня блажены в том, что вы слышите, вам для счастья нужен Отец Небесный, вам нужен Бог. Почему сегодня мы видим, звезды Голливуда заканчивают жизнь самоубийством? Они всемирно известны, у них есть популярность, деньги, все есть, признание. Они достигли того, что многие люди никогда не достигнут. Они ставили цели и достигали их. Почему они убили свое тело? Почему они лишили себя жизни? Потому что всю жизнь они чего-то искали, а так и не смогли понять, что они ищут. И вот от этого многие люди страдают, не только неверующие, и верующие тоже. Они не понимают. Даже рядом с Богом они остаются несчастными. А почему? Потому что Бога искать надо. Искать надо. Что делал Закхей? Что делал в своей жизни? Он искал Иисуса, чтобы видеть Его. У него был такой процесс поиска, внимание такое повышенное. Когда Иисус это заметил, Он открылся Ему, говорит, Я тебе дам рассмотреть Меня. Я тебе дам поговорить со Мною. Я тебе дам пообщаться со Мною. Я дам тебе такое, что ты просто даже не ожидаешь. Я дам тебе сверху того, что ты ждал. Ты хотел Меня просто увидеть. Я дам тебе больше. Я дам тебе счастья. Я дам тебе новую жизнь. И я подарю тебе судьбу. И вы знаете, что никто из тех людей, кто ищет Бога, не остаются несчастными. Они становятся счастливыми. Потому что все, кто ищут, они находят. Ищущие находят, стучащим отворяют и просящим дают. В Царстве Божьем так. И что с Закхеем произошло? Он стал счастливым человеком. Потому что Иисус сказал ему, Закхей, слезай скорее с дерева. Скорее слезай с дерева. Неправильно как-то взрослому человеку сидеть на дереве и смотреть. Он думал, что его никто не видит. А Бог видит тебя и затылком. Ты сзади него смотришь на него, а он с тобой будет говорить, я тебя вижу, Закхей. Слезай быстрее, я вижу твое сердце. И я иду к тебе в гости. Готовь обед. Хорошо Иисус сходил в гости. Может тоже так кому-то попробовать сходить в гости. Готовь. Я к тебе иду. Итак, человек, который живет не судьбой от Бога, своей собственной жизнью, он живет как бы без родителей, без семейных праздников, без семейного счастья, без общения. Знаете, что вот в том месте, где сказано, если кто услышит стук, да, и отворит дверь, к тому войду, вечерять буду. В израильских традициях все было понятно. Вечером собиралась семья, все школьники, там, я не знаю, рабочие, все родители, дети собирались вместе, садились за стол и ужинали. Вечерили, ужинали. И в это время они общались, рассказывали о своих переживаниях, и в этом было счастье. Теперь представьте, человек этого ничего не получает, и он живет в одиночестве и увидит, что в том доме счастья, в том окошке, там смеются, там, знаете, встают, что-то говорят, там вкусно кушают. А ты такой один дома сидишь и думаешь, почему в моей жизни такого счастья нет? Потому что тебе надо найти Иисуса, а ты найдешь Иисуса, ты найдешь семью. Ты не найдешь Иисуса одного единственного. Ты и Духа Святого встретишь, и Отца, и своих братьев-сестер увидишь, и вообще все небеса станут для тебя родными. Миллиарды верующих, которые ушли, все в один момент, в одну долю секунды станут для тебя родней. И ты увидишь, как у тебя большая родня. Ты уже не будешь чувствовать этих границ. Как плохо, когда ты попадаешь в какое-то общество и чувствуешь эти границы какие-то. Я не знаю, разные есть границы. Чувствуешь себя не в своей тарелке. Я такое переживал. Надеюсь, вы тоже. Или ты попадаешь в общество. Вот у меня было такое, свидетельство. Я приехал, мне было 17 лет. Я приехал на Украину. Старшая сестра служила Богу на миссиях и позвала меня в летний лагерь христианский. Я еще не был посвящен Богу. У меня была жизнь 50-50. И я приехал. И когда я познакомился с молодежью, об Украине, я вообще ничего не знал. Для меня это было то же самое, что духовный мир. Потусторонний мир. Когда я увидел вот этих людей, верующих, молодежь, которые там тебя хорошо встретили, накормили, пошли с ними на речку купаться, общались, смеялись. Под вечер я себя чувствовал, что я их семья. И я всю жизнь знаю их. Вы представляете? Я несколько часов провел с ними. Кстати, кому слава, тому слава, кому честь, тому честь. Это город ПГТ Каланчак. Вы слышали о таком Каланчак? Никто никогда о таком городе не слышал, потому что это даже не город, это поселок городского типа. Но какие там люди? Знаете, он до сих пор есть сегодня. И воспоминания у меня остались на всю жизнь. что когда я с ними пообщался несколько часов, я еще даже не был с Богом, я себя чувствовал роднёй. Вот как это можно? Я приехал в чужую страну, это чужие люди, я никогда ничего про них не знал, я общаюсь с ними несколько часов, и я себя чувствую душа в душу. Как такое может быть? С некоторыми людьми общаешься, живешь, и ты чувствуешь холод от них. ты никогда до конца их не знаешь, их сердце. Вот Бог, Он хочет, чтобы мы стали роднёй, чтобы Он стал для нас родным. Друзья, Бог не хочет просто для нас называться, знаете, Бог, и всё. А кто это? А где это? Да, где-то есть, но как-то далеко слишком. И многие люди думают, какая мне разница вообще с Богом? Что я от Него имею? Что я от Него получаю? Ну когда ты ответишь на Его призыв, а Бог планирует для каждого свою встречу? У меня это произошло в 17 лет. Бог просто стал говорить в мою жизнь. Он стал меня звать. И я, всё, что я сделал, я открыл ему своё сердце. И я конкретно сказал, входи в мою жизнь. И тогда правительство в моей личной жизни, в моём сердце, оно поменялось. Пришло Божественное правительство, и правительство сатаны покинуло мою жизнь. И пришёл Божий план, Божья судьба пришла. Я вам скажу, я с того момента, это был самый большой подарок в моей жизни. Моё рождение свыше, когда я принял от Бога рождение свыше, новую жизнь. Я стал счастливым человеком. И так, судьба от Бога это жизнь в семье. Это не просто, когда ты закрываешься от всего мира и говоришь, я и Бог, я и Бог. А Бог тебе говорит, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Если я, это означает семья. Это означает и люди, и братья, и сёстры, и всё вокруг. И небеса. Найдя Бога или ответя на Его призыв, мы найдём и судьбу от Него. Вот каким образом мы можем войти в судьбу от Бога. Мы можем. У нас есть это привилегия, у нас есть это право. Но, когда мы ответим на призыв Иисуса Христа, живя своей собственной жизнью, человек на самом деле не живёт ею, как ему кажется. Но, как слово говорит Ефесянам 2.1, И вас, мёртвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. Что? По воле князя? То есть я не по своей воле жил? Да. Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, детьми зла, детьми, адскими детьми, уже сказать. Мы жили по воле дьявола. Здесь Библия говорит, что мы жили по воле дьявола. Когда человек говорит, я индивидуум, у меня есть мое я, не надо лезть в мою жизнь. Слушай, да никогда ты не будешь жить то, что ты хочешь. У тебя есть просто, у тебя свобода выбора в двух вариантах. Первый вариант, жить с Богом. Второй вариант, жить без Бога. Не жди больших проблем. Не жди. Иди к Богу, Он тебя любит. Он тебя примет. И когда ты с Ним встретишься, все, ты попадешь в судьбу от Бога. Ты будешь жить самой лучшей жизнью. Я не говорю, что у тебя не будет проблем. Бог будет присутствовать в этих проблемах. Ну, так или иначе у тебя будут проблемы, но только без Бога ты будешь их решать. По-разному. И когда ты не сможешь решить, ты пойдешь бухать или что-то еще делать. Ты найдешь выходы другие, потому что тебе надо от этого состояния тряски избавиться. Слушай, Бог тебя хочет благословить. Зачем тебе мучить себя? Перестань мучить себя. Перестань мучить даже других. Вот ты мучаешься, ты сам живешь вне Бога, и все вокруг тебя мучаются. А уверуешь, ты спасется и вся твоя родня, и окружение, и все будут вокруг тебя счастливы. Аллилуйя. Позволь Богу прийти через тебя и жить на этой земле. Позволь. Будь как эта Дева Мария. Скажи, да будет мне по слову твоему, живи через меня, родись через меня в моем поколении. Благослови людей, спасай их. Люди-то не только тогда нуждались в спасении, сегодня нуждаются в спасении и в исцелении. Аллилуйя. Пусть вас Бог благословит. stabит. Да,